На ваших глазах финал чемпионата мира по ралли 1998 года, который проходил на английских дорогах. Фим Томми Мякнин и его Lancer Evolution группы А мчатся к третьему чемпионскому титулу, за который пришлось сражаться с более новыми и совершенными машинами класса WRC, Субарой Мпрезой Колина Макрея и Тойотой Короллой Карлоса Сайнца-старшего. Однако к финальному ралли Великобритании Мякнин и Ланцер вновь подошли лидерами, опережая Сайнца на 2 очка. Но тут происходит непоправимое. В самом начале ралли Мякнин подскальзывается на масляной луже и задевает бетонный блок. От удара у Ланцера отлетает колесо, но Томми все равно пытается дотащить раненый Evolution до сервис-парка. К сожалению, на одном из дорожных перегонов его останавливает полиция, ведь передвигаться на трехколесном Ланцере нельзя даже чемпионом. Казалось, на этом погоне за титулом заканчивается, а непобедимый до этого Evolution уйдет в историю. Но это было, мягко говоря, не так. Иначе я бы сейчас не рассказывал вам про эту машину Mitsubishi Lancer Evolution 6 TME Tommy Mäkinen Edition. Специальную версию, выпущенную через год после тех самых событий и посвященную уже тогда четырехкратному чемпиону мира Tommy Mäkinen. Все колеса у этого Ланцера, как видите, на месте. И это спортивная премиум резина Dunlop SP Sport Max 050+, которая предоставлена партнером сегодняшнего сюжета, компании Dunlop. Для меня логотип Dunlop это, как и сам Mitsubishi Lancer Evolution, это синоним автомобильного спорта. Это и лиманы, и знаменитый Dunlop Bridge, и победы в мото-гонках, в том числе и в ралли. И, кстати говоря, Dunlop стоят на Evolution не просто так. Дело в том, что именно покрышки марки Dunlop были рекомендованными для последнего поколения Lancer Evolution, когда она только вышла. И эта резина не просто с большой историей, это английские покрышки с японскими технологиями. Но прежде чем обкатать эту резину и рассказать о том, чем же закончилась та легендарная развязка сезона 1998 года, я начну, как всегда, с самых истоков Mitsubishi Lancer. Для этого нам придется переместиться к самому началу чемпионата мира по ралли в его современном виде, а именно на кенийской ралли сафари 1974 года. Классическое сафари было настоящим марафоном на выживание, дистанция которого состояла из 5000 километров убойных африканских дорог. То есть примерно столько же, сколько у современного марафона Дакар. А ведь экипажи ехали вовсе не на внедорожниках, а на подготовленных, усиленных, но все же легковых автомобилях. Машина, которую вы сейчас видите, это Mitsubishi Lancer 1600 GSR первого поколения. Простой легкий и прочный седан с задним приводом и двигателем мощностью 160 лошадиных сил, за рулем которого сидел кинеец индийского происхождения Джоггин Дерсинг. Именно он лучше всех знал, как нужно ездить по местным дорогам, ведь уже выигрывал сафари в 1965 в экипаже со своим братом. Гонка 1974 проводилась по тем же правилам, что и в 60-х, когда победителя определяла не чистая скорость, а умение ориентироваться на местности, поддерживать требуемый темп и не опаздывать на пункты контроля времени. Так что простой и надежный Lancer под управлением опытного экипажа легко опережал в протоколе Porsche, Peugeot, Datsun, Lianche и Alfa Romeo и одержал в итоге свою первую победу в чемпионате мира по ралли. Японцы вместе с Lancer и Джоггингером Синхом повторили успех два года спустя в 1976-м, опередив среди прочих главное инженерное чудо того времени – изящную лянчу Stratos с двигателем Ferrari. Японская надежность на африканских дорогах оказалась куда ценнее итальянского изящества. Причем экипажи на Lancer'ах заняли в том году весь пьедестал почета. Вторым стал кенийц Робин Алл-Ейт, а третьим шотландец Эндрю Коуэн, который еще сыграет важную роль в судьбе раллиных Mitsubishi. 80-е годы в ралли прошли под знаком доминирования могучей группы B, но Mitsubishi в этих битвах не участвовала. В те годы шла активная подготовка к будущим успехам. Эндрю Коуэн, бывший заводской пилот Mitsubishi, который как раз и выступал за рулем первых ланцеров, основал в Британии компанию RallyArt. Именно эта команда Mitsubishi RallyArt Европа и строила все заводские Mitsubishi, которые выступали в чемпионате мира по ралли с 1989 года. И не просто стартовали, а выигрывали. Первый же сезон 1989 года принес две победы в Финляндии и Британии. А в 90-м, 91-м и 92-м удалось выиграть по разу. Правда, нужно помнить, что далеко не все сильные команды тогда приезжали на каждый этап чемпионата. В любом случае, Mitsubishi Golan 6-го поколения был невероятно стильной машиной, но для ралли, пожалуй, слегка неуклюжей. В Mitsubishi это тоже понимали, поэтому в 93-м вернулись к более компактному лансеру. Как я уже рассказывал раньше, каждый производитель по правилам того времени был обязан выпускать и продавать дорожные версии своих раллиных автомобилей. Сперва в количестве 5000 штук, а после 93-го года – 2500. По результате этого правила и появился дорожный ланс Революшн. Это был не просто побочный продукт, который появился благодаря выступлению Mitsubishi в чемпионате мира по ралли, но это была еще очень крутая дорожная машина, которая могла делать вот так. Сейчас я нахожусь на второй передаче, нажимаю газ. Тут даже сейчас просто невероятный разгон. Эта машина невероятно острая, как оружие, это как винтовка. Это абсолютно функциональная вещь. Ты чувствуешь, что общаешься с механизмом, точно понимаешь, что этот механизм делает и как этого от него можно добиться. Кстати говоря, о резине, которая стоит на нашем Революшн. Дан лоб держит. Кажется, что у него какой-то чит-код на сцепление с дорогой. Каждая новая версия EVO становилась не просто лучше, быстрее и удобнее. Она вбирала в себя идеи и пожелания инженеров ралли-арта, которым нужно было строить из дорожной версии боевой раллийный болид. И это приносило свои плоды. Швед Кернет Эриксон выиграл ралли в Швеции и Австралии в 95-м, разбавив гегемонию Субарэм-презы. Но это было лишь началом самой блестящей эпохи для Митсубиси. 1996 год. За команду выступает 32-летний финн Томи Мякинен, имевший до этого за плечами всего лишь одну победу. Но лансер в его руках становится совершенным оружием. Победа в Снежной Швеции, знаковой для Митсубиси Кении, Аргентине, Финляндии, Австралии и чемпионский титул по итогам года. Да, чемпионство в зачете марок осталось тогда у Субару, за которую выступали равные по скорости Колин Макрей и Карлос Сайнс. Но вряд ли это сильно расстроило Митсубиси. А вот что действительно могло их расстроить, так это смена регламента в чемпионате мира по ралли. Машины группы А уступали место новым World Rally Car или сокращенно WRC. Их можно было строить практически с нуля, использовать для этого любую машину, даже ту, которая не подходит изначально под набором серийных параметров. Потенциально эти машины класса WRC, они были быстрее, чем Митсубиси Ланцер и Эволюшн. Намного более подготовленные именно для гонок. WRC получили больше ход подвески, лучшую развесовку, более свободные колесные арки, более развитую аэродинамику, а с годами полуавтоматические коробки передач, компьютерно-управляемые дифференциалы и другие супердорогие технологии. Но в Митсубиси не стали строить свой собственный World Rally Car и остались верны машине группы А, тем более, что Международная Автомобильная Федерация тогда еще позволяла такое делать. И это было правильное решение, ведь Митсубиси Ланцер Эволюшн 4 оказался не просто довольно быстр, но еще и гораздо более надежен, чем World Rally Car, которые пока еще страдали детскими болезнями. Победа на ралли Каталонии доказала, что машина отлично чувствует себя не только на гравии, но и на асфальте, где важна эффективность джасси. Всего побед за сезон у Мякинина было 4 против 5 у главного соперника Колина Макрея, однако исходов у Макрея было целых 6 против 4 у Мякинина. Колин сражался как лев и выиграл три последних этапа сезона, но в итоге проиграл Томми титул с разницей всего лишь в одну очко. В 1998 году у Томми появляется новый грозный соперник. Тойота, которая вернулась в ралли после дисквалификации из-за нелегальной селики, построила новую машину класса WRC Тойоту Короллу, которая с самого начала оказалась пускай и не самой быстрой, но зато очень надежной. Карлос Сайнс регулярно зарабатывал очки, приезжал на подиумы и смог выиграть две гонки. Этого было достаточно, чтобы приехать на последний этап чемпионата отставая от Мякинина всего лишь на два очка. Но как вы уже знаете, Томми разбил свой ланцер в самом начале ралли. Мы можем только смотреть и ждать. Ждать и смотреть, что произойдет. Карлос Сайнс ехал по трассе вслед за Томми, но маршалы успели предупредить его о масляной луже. Сложно сказать, о чем думал Сайнс, когда обгонял поврежденный ланцер Мякинина. Чтобы стать чемпионом, Карлосу было достаточно финишировать четвертым, к чему он успешно и шел. Можете ли вы быть расслабленным? Думаю, да. Однако то, что случилось дальше, стало самой невероятной развязкой чемпионата мира по ралли за всю его историю. За 300 метров до финиша последнего спецучастка последнего дня ралли Тойота Карлоса Сайнса замирает на дороге. Экипаж безуспешно пытается оживить машину и штурман Луис Мойя в порыве ярости разбивает заднее стекло Короллы своим шлемом. Уже находясь в отеле и смирившись с поражением, Мякинин узнает, что он снова стал чемпионом мира. Я сказал, нет, давай без шуток, ты звучишь слишком серьезно. Да, да, это правда. И я не мог в это поверить. Ралли меж тем выиграл его молодой напарник по команде Ричард Бернс, для которого эта победа стала второй в сезоне. Сказать, что на лансерах умел ездить только Томми Мякинин тоже нельзя. Но и после перехода Ричарда Бернса в Субару никто из напарников Томми так и не смог бросить ему сколь-нибудь серьезного вызова. Мякинин начал сезон 99-го года с победой и снова стал чемпионом мира теперь уже в четвертый раз. Сказалась ненадежность нового Форда Фокуса Макрея, недостаток скорости Тойоты и особенно странная командная тактика Субару, пилоты которой отбирали очки друг у друга. Но результат говорит сам за себя. Машина, построенная по регламенту прошлого поколения, все еще могла побеждать более совершенных и приспособленных для ралли конкурентов. Так почему же Митсубиси и Томи Мякинин раз за разом продолжали выигрывать все новые титулы на уже устаревающем ланцере Evolution? Причем в годы, когда в чемпионате мира выступало максимальное количество пилотов первой величины. Причин этому на самом деле две. Во-первых, Митсубиси продолжала обновлять Evolution каждый год и чемпионат 1999-го был выигран уже на шестом Evolution. Учитывая с тобой правилом группы А машина все-таки должна сохранять некоторое количество общих узлов и систем с серийной машиной да к тому же это были еще точки крепления подвески аэродинамика и общая компоновка то Evolution 6 сам по себе был просто очень и очень неудачным автомобилем Это последняя честная версия построенная с учетом требований команды RallyArt которая строила машину для выступления в чемпионате мира по ралли абсолютно все элементы абсолютно все воздуховоды отверстия сплиттер даже тот факт что здесь в переднем бампере отсутствуют противотуманки для того чтобы сэкономить массу автомобиля это те самые изменения которые нужны были боевому раллийному автомобилю боевому Lancer Evolution для того чтобы сделать эту машину еще чуть-чуть быстрее но дело конечно не только и не столько в этом дело в том что в Mitsubishi работали не просто талантливые конструкторы но еще и очень хорошие политики путем постоянного торга с международной автомобилей федерации путем в том числе и угроз ухода заводской команды из чемпионата мира по ралли эти люди выбивали себе различные послабления которые позволяли модернизировать машину больше чем было дозволено по правилам уже тогда несуществующей группы А они в том числе выбили себе возможность увеличить ход подвески на 25 миллиметров то есть довести его до уровня машин WRC увеличит размер аэродинамических элементов для того чтобы опять же довести прижимную силу до уровня WRC то есть фактически самая последняя версия лансера не сильно проигрывали машинам WRC по своим параметрам они имели некоторые ограничения по своей базовой конструкции но они вполне могли выступать на равных с более новыми World Rally Army и даже выигрывать у них улучшенные версии этой машины продолжали выступать и побеждать в чемпионате мира вплоть до 2001 когда Мякинем смог добыть три победы на EVO 6.5 и это в борьбе с супербыстрыми Peugeot 206 WRC и принципиально новым поколением импрезы в дикой борьбе с Карлсом Сайнцем Мякинем выиграл ралли в Португалии только на последнем спецучастке отыграв у него 8 секунд и что важнее одержал победу на знаковом для Ланцера ралли сафари в Кении правда так получилось что эта победа стала для Митсубиси последней перед началом нового сезона чемпионата Международная Автомобильная Федерация все-таки обязала Митсубиси построить машину по правилам WRC которая и дебютировала перед ралли Сан Ремо но результаты оказались просто удручающими новый Ланцер WRC был сырой медленный и ненадежный Томми Мякинин ушел из команды а без него Митсубиси так и не смогла добиться ничего впечатляющего команда даже пропустила чемпионат 2003 года чтобы с нуля построить более эффективную машину для сезона 2004 эти последние версии Ланцера WRC с дизайном от японского Ланцер Цедия и интересно расположенным антикрылом выглядели очень броско и необычно но так и не смогли выиграть ни одного ралли в результате после сезона 2005 года Митсубиси ушла из чемпионата мира по ралли а через 10 лет свернула и производство дорожных Ланцеров Эволюшн но именно эта машина Эволюшн 6 Томми Мякинин Эдишн навсегда осталась последней которая хоть как-то связана с победами Митсубиси на самом высоком уровне мирового ралли в те годы Митсубиси благодаря ралли для меня была производителем автомобилей которые выигрывали чемпионат мира сейчас Митсубиси это всего лишь производитель обычных машин ну а на этом пока что все как всегда не забывайте ставить лайк если вам нравится то что я делаю писать в комментариях что вы об этом думаете ну и конечно же встретимся в следующих сюжетах с вами как всегда был я Игорь Асанов пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok